Всем доброе утро! Сейчас пришла на кухню сделать цельнозерновые булочки и хочу поделиться этим рецептом с вами. Потому что рецепт очень классный, проверенный. Готовлю их часто и вообще у меня начинается сезон выпечки хлеба. С тыквой я покончила. Ну как покончила? То, что я хотела вам показать, с чем хотела поделиться, я показала. Я ее, конечно же, готовлю дома и ем, потому что я ее обожаю. Покажу, может быть, еще один остался суп классный с тыквой. В основном, в принципе, наверное, чем я постоянно, какими рецептами пользуюсь, я их показала. Сейчас у меня каждую зиму сезон выпечки хлеба. Летом как-то я редко готовлю, выпекаю хлеб или булочки какие-то хлебные. Но вот с наступлением холодов, зимы, хлеб у нас мы практически не покупаем в магазине. В основном мы едим домашний хлеб или хлебные какие-то булочки домашние. И стараюсь использовать для этого какие-то вот такие полезные сорта муки. И все, поехали, давайте готовить! Итак, давайте начнем готовить булочки. Берем 300 мл теплой воды, где-то примерно 37-38 градусов. Добавляем туда чайную ложечку сахара. И столовую ложечку меда. Мед уже засахаренный у меня, конечно. Добавляем сюда 30 грамм дрожжей. Дрожжи вот такие у меня живые. Если берете сухие, берите 10 грамм. И все хорошо растворяем. Растворили, можно накрыть полотенчиком и оставить на 10 минут. Пока у меня стоит эта вода с дрожжами 10 минут, я уже просеяла сюда 250 грамм муки. Обычной хлебной муки. У нас это тип Т500. И 250 грамм цельнозерновой муки. И сейчас вот это все перемешиваю. Добавляю 1 чайную ложку соли. Кстати, насчет муки хочу показать, какую я беру. Вот такая вот у нас интегральная, цельнозерновая. И по-другому она еще называется грахом. Значит, перемешаем 2 сорта муки и соль. Измерила еще вот здесь 50 грамм растительного масла. Внимание, друзья! 50 грамм и 50 мл ни одной тоже. 50 грамм, это где-то примерно 30 мл, наверное, будет. Все, смотрите, шапка какая поднялась. Вливаем. Дрожжи и масло все вливаем сразу. И замешиваем тесто. Замешиваем тесто. Смотрите, может быть, муки понадобится немного, может быть, воды понадобится немного. И повымешиваем. Немножко, чтобы сформировался гладкий ком тесто. По мере того, как вы будете вымешивать, будет развиваться в тесте клейковина. И тесто будет становиться более гладкое и эластичное. Я повымешивала тесто буквально минут 5-7. И оно, смотрите, собралось в эластичный ком. Сейчас покажу его. Располоснула руки, хочу просто намазать другую миску. Беру миску большего размера. Лучше всего брать какую-то высокую, чтобы тесто росло ввысь. Наливаю на дно пару капель растительного масла и смазываю всю миску. Вот, смотрите, тесто собрало все остатки вот с миски по краям. Вот, посмотрите, какое оно эластичное стало. Собираем его в ком. Поэтому я всегда говорю, не торопитесь никогда с мукой, добавлять муки побольше. Если прямо вот видите, что не собирается в такой ком после вымешивания, тогда добавляйте. А так не нужно, лучше повымешивать. И структура будет лучше, и булочек, и тесто, и хлеба, всего. Опускаю вниз швом и переворачиваю. Так, извиняюсь, у меня тут солнце так светит. Может быть, будет отсвечивать, и плоховато видно. Но ничего не могу поделать. Вот, теперь закрываем пленкой. И кто меня смотрит, вы знаете, что я делаю. Беру горячий стакан, разогреваю, вернее, стакан с водой горячей, разогреваю до кипения в микроволновке. И ставлю миску с тестом в выключенную микроволновку. Там такой эффект пара создается, и хорошее, такое тепло приятное для теста. Хорошо поднимается тесто. Ставим на 1 час подниматься. Но перед этим не забудем затянуть пленка, чтобы тесто не заветрилось и не засохло. Просто обычную пленку, либо какой-то пакет берите чистый, затягиваем тесто и ставим. Посмотрите, как у меня тесто подошло. Можно было даже не час держать, а 50 минут довольно было бы. Обминаем. И нужно поделить примерно на 9-10 частей. Можно даже на листах отмерить, чтобы одинаковые били булки. В общем, я отмерила 10 булок, в среднем по 111-116 грамм. Теперь берем каждый кусочек теста и формируем булочку. Можно круглую форму придавать, можно немножечко продолговатую, как батончик такой маленький, как хотите. Я буду немножко такую продолговатую форму придавать. Смотрите, тесто вообще не требует ни муки подсыпать, ни маслом руки смазывать. Вообще идеальное в работе тесто. Ну и таким же образом формируем все. Я люблю подкатать сначала в круг, а потом уже немножечко приплюснуть булочку. Вот такие 10 булочек. Я их сделала немножечко такими овальными, продолговатыми. Можно, как сказала, было оставить круглыми. Теперь накрываем либо какой-то пленкой, либо полотенцем чистым. И оставляем на полчаса. Через 15 минут можно будет уже включить, разогревать духовку. Прошло полчаса, булочки хорошо подошли. Можете смазать их просто водой или просто молоком. Я же беру где-то 30-40 миллилитров воды, добавляю 1 чайную ложечку муки и смазываю вот этой вот крахмальной болтушкой. Не крахмальной, мучиной. В желании можно еще сделать по парочке надрезов. Можно так оставить. И вставим разогреть то на 200 градусов духовку. Прошло ровно 30 минут. Вот такие вот красивые булочки у меня получились. Все, можно их немножечко водой сбрызнуть, если не любите твердую корку. И прикрыть полотенцем. Если быть твердым, можете так оставить. Но все равно лучше немножко прикрыть, пусть они немножко отмякнуты, чтобы не была такая вот... Слышите, корочка запеклась. Потом покажу на разрезе, какие. Так, булки мои остыли. Я их вот так укутала. Укутала под полотенце. Немножко сбрызнула водичкой. И они еще тепленькие, но все равно не горячие. Уже можно разрезать, посмотреть внутри, что у них. Слышите, хрустящая корочка. Как я всегда говорю, нет ничего лучше. Хрустящие корочки. Вернее, горбушки с хрустящей корочкой от домашнего хлеба. И не нужны никакие тортики и пирожные. Вот, видно хорошо, да? Такой вот цельнозерновой хлеб. Чем-то напоминает отрубную булочку. У меня ассоциация с ним. Мы когда в Сочи жили, там сочинского хлебокомбината делают очень вкусные городские и отрубные булочки. Я до сих пор их помню. Так вот, этот вариант чем-то имитирует вот эту вот отрубную булочку. Ну, еще вкуснее, потому что домашнее, конечно же. Можете воспользоваться моим рецептом. Всем желаю приятного аппетита. Удачных вам цельнозерновых булочек. И до скорой встречи на моем канале. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!